Антон Кучухидзе, политолог, международник, сооснователь аналитического центра Объединённая Украина, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, студия. Ну вот, документальный фильм «20 дней в Мариуполе», первый в истории Украины «Оскар». И знаете, вот каждый кадр этого фильма – это такая страшная правда о преступлениях страны-агрессора. И, конечно, после вручения этой премии картину посмотрит множество людей, множество во всём мире. Это очень важно. Как вы оцениваете такое решение американских киноакадемиков? И вот для вас лично ожидаемо было, что этот фильм получит «Оскар»? Ну, ожидаемо, неожидаемо. Тут сложно мне говорить, потому что я небольшой эксперт в кинематографии, поэтому я, честно, не могу вам сказать. У меня не было никаких ожиданий, но я понимал, что если такое решение будет, то это решение, которое может усилить позиции Украины. Казалось бы, какая тут связь может быть, но эта связь очень важная и большая. Вовлечение кинематографии, культурной среды, популярнейших глобальных людей, большинство из которых находится, конечно же, в Соединённых Штатах Америки, и они там производят свою продукцию и так далее, и так далее. Это всё технология расширения своей правды, донесения своей правды, а, соответственно, усиления позиций Украины как государства. То есть вы абсолютно правы, когда говорите, что этот фильм сейчас станет массово популярным, огромнейшее количество людей на планете Земля его посмотрит, и так далее, и так далее. И там, конечно же, правда про Украину, украинская правда. И с этой точки зрения нашему правительству становится ещё легче достукиваться до граждан других стран, потому что граждане других стран формируют электоральные настроения для правительств наших партнёров. Поэтому связь тут, конечно же, прямая, и тут сложно не согласиться с тезисом о том, чтобы лучше не было повода для создания такого фильма. Но раз мы уже попали в такое историческое развитие событий, то этот фильм, конечно же, важнейший механизм продвижения интересов Украины на глобальном уровне. В этом есть прямая связь с внешнеполитическими интересами и интересами безопасности нашей страны. Да, я думаю, что и для Международного уголовного суда кадры этого фильма это тоже доказательство преступлений очень яркие и понятные. Ну и о других темах хотели поговорить. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что Украина не будет поднимать других флагов, кроме сине-жёлтого. Я процитирую. Наш флаг, сине-жёлтый, под ним мы живём, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать других флагов. Но сейчас, знаете, с вами хотели обсудить не само скандальное заявление Папы Римского, уже много было сказано, а то, как мир реагировал на него. Вот президент Латвии, например, написал, что нельзя капитулировать перед злом. В польском МИДе заявили, что Папе следовало бы в первую очередь попросить Путина вывести войска. Возмущение высказали в немецком Бундестаге и так далее. Как вы оцениваете вот такую реакцию? Реакция такая, что она не меняет общую политическую конъюнктуру с точки зрения поддержки для Украины, потому что нужно понимать три вещи. Во-первых, ну это может звучать странно, но политически Ватикан, он не влиятельный в Европе. По статистике различных международных агентств, самое большое количество католиков в Латинской Америке. Соответственно, используя Ватикан как механизм голоса, причем в данном случае расистского голоса, то тем самым выполняется вот эта функция закидывания в Латинскую Америку или же в общество католиков тезисов, которые на самом деле работают в интересах расистской федерации. Вот эту функцию выполняет как бы Ватикан, то есть на Папу смотрят католики, их больше всего в Латинской Америке, соответственно, для тех государств и для обществ, тех государств, где он имеет вес сакральный или символический, я ни в коем случае не говорю политический, это, конечно же, имеет определенный вес для медиа и так далее, соответствующий дискурс начинается и так далее, и так далее. Учитывая, что Украина фактически в момент широкомасштабного вторжения начала плодотворно развивать отношения и с Латинской Америкой, и Африкой, и с количеством стран, которые входят, например, в понятие глобальный юг и так далее, то, конечно, мы не можем быть сразу эффективными, да, поэтому расисты пытаются глобально очернять Украину, украинский народ, поэтому вот используют все методы, которые возможны. Во-вторых, в Европе, почему Ватикан не имеет тоже большого влияния, потому что, ну, скажем мягко, всем понятна связь не совсем чистых расистских денег в целом с Ватиканом, потому что, как бы так помягче сказать, ну, у Ватикана есть, скажем, репутация коррупционных скандалов, в которые они попадали, там, в 70-е, 80-е, в период современной истории относительно того, для чего Ватикан использовали владельцы больших денег в этом мире. Поэтому репутация тоже Ватикана не совсем, скажем, стабильная в Европе, она больше как символическая, да, там, сохранение традиций и так далее, и так далее, но вот когда лидеры государств понимают, что такое Ватикан и как деньги проходили через Ватикан в определенных историях коррупционных, то, понятное дело, что большого доверия к этой институции нет. И, в-третьих, фактически надо рассматривать заявление через Папу, как определенную систему, уже выстроенную, через кого расисты пытаются донести те или иные позиции относительно переговоров. То есть это, скажем, эта спайка уже работает как минимум два года, да, то есть Папа Римский, потом Китай вечно про переговоры рассказывает, Орбан, вот, ну и иногда там расистам удается уговорить каких-то африканских лидеров выступить с какой-то мирной инициативой и так далее. То есть вот как бы весь пул, кого расисты, ну такие топы, да, кого расисты могли бы попросить говорить вот в их интонации абсолютно. Потому что, ну, все-таки, если вспоминать истоки, да, смысла там Папы Римского, этой должности, как института, я имею в виду, то человек, который получает такой символизм, он должен говорить об обоюдном примирении, а не о том, чтобы одни сдались в пользу другим. В этом, конечно, происходит перекос. И тут не надо быть каким-то большим политиком, чтобы понимать разницу в конфликте. Что такое, насколько несправедливо сдаться и насколько справедливо говорить там, если вы представитель божественных сил, скажем так, все-таки говорить о примирении для двух стран и все-таки говорить о справедливости, как было правильно сказано, о выведении расистских оккупационных войск с территории независимого государства Украины. Вот это было бы по-божески. Извините, что я там уже залажу, наверное, в религиозную историю, да, но слушайте, вот это есть правда. А все-таки, когда церковь пытается манипулировать политическими процессами и так далее, то, соответственно, получает негативную реакцию. Ну, опять же, понимая все вот те нюансы, которые я изложил выше, мы понимаем, что все равно какой-то эффект от данного заявления Папы в других точках мира, он будет, и с этим эффектом надо будет Украине работать, убеждать там те государства более активно, где население очень сильно воспринимает все заявления Папы. Владимир Зеленский вчера провел в телефонный разговор с Макроном, обсудили детали его предстоящего визита в Киев. Кроме того, президент Украины поблагодарил Макрона за лидерство в создании коалиции дальнобойного оружия, за новые инициативы и все его заявления о поддержке Украины. Как вы оцениваете лидерство Франции сейчас во многих вопросах? И вот, например, издание «Политика» пишет, что Франция создает альянс стран, готовых к потенциальной отправке войск в Украину. И чего нам вообще ожидать от этого визита? Да, если анализировать всю публичную информацию, то получается, что Франция фактически возглавляет три коалиции. Первая коалиция артиллерийская, вторая коалиция, как вы уже сказали, по снарядам, и третья – это по объединению стран по возможной отправке войск в Украину. Конечно же, такое лидерство мы можем оценивать только позитивно, то есть позитивно для Украины, негативно для расистов. Очень позитивно, когда лидер, который еще два года назад говорил про возможные переговоры, готов принимать такие принципиальные военно-политические решения и, более того, нести это лидерство среди других государств. Конечно, это выгодно Украине, и поэтому президент Зеленский особо подчеркивает сейчас роль лидерства Макрона в данном вопросе. Но самое важное, что хочу также отметить, обратите внимание, после чего появились такие однозначные заявления от французской стороны. Я напомню, что недавно Франция и Украина в лице президента Макрона и президента Зеленского подписали договора о безопасности. Вот вам как бы практическая сторона реализации подписанных документов. И это очень важно об этом говорить, чтобы наш народ видел практическую реализацию политических, не только политических заявлений, но и подписанных договоров о гарантиях безопасности. Чтобы никогда не сравнивали эти договора с Будапештским меморандумом. То есть это вот ответ, вот роль Франции, это ответ на всю критику относительно тех договоров, которые были подписаны. Тут нечего сказать просто абсолютно, потому что Франция четко идет путем взятых на себя обязательств. И, конечно же, это в интересах Украины. То есть они усиливают и военную дипломатию, и военно-политическое направление, и военно-техническое направление. То есть все фактически системные направления, которые указаны в договоре о гарантиях безопасности между Францией и Украиной. Вспомнили вы Орбана в предыдущем вопросе, но хотелось спросить. Он 8 марта встречался с кандидатом в президенты США Трампом и заявил, что тот якобы имеет, цитирую, достаточно детальные планы завершения войны в Украине и не собирается выделять на борьбу с российской агрессией ни копейки. Орбан также добавил, что речь идет о том, что Америка не хочет финансировать безопасность Европы. И я тут его процитирую. Если европейцы боятся русских или вообще хотят иметь высокий уровень безопасности, они должны за это платить. Как вы оцениваете вот все эти его высказывания? Ну, я думаю, что Орбан немного от себя чины добавляет. Возможно, конечно, кандидат Трамп в личной беседе мог что-то такое рассказать, но смотрите, если у президента Трампа есть, у кандидата Трампа есть конкретный мирный план, то он бы его представил. Потому что это усилило бы его позиции. Вы обратите внимание, как он в один момент резко переключился от критики Украины в похвалу Украины за героическое сопротивление. И даже были заявления, как он на одной из встреч избирателей хвалил непосредственно президента Зеленского за его политическую позицию не ввязываться в выборы в Соединенных Штатах Америки. То есть, надо понимать, что кандидат Трамп, он, во-первых, меняет риторику. Потому что украинская тематика, она очень популярна в американском обществе. И она очень обсуждаема в медиа. И так или иначе, большинство населения поддерживает Украину. Демократы, республиканцы, неважно. Во-вторых, нужно понимать такую вещь. Кандидат Трамп, он является кандидатом от республиканской партии. Республиканская партия успешно голосовала за 128 миллиардов долларов, предоставленных Украине с 24 февраля 2022 года. То есть, перечеркнуть это он не сможет. Потому что есть истеблишмент партии, который всегда гордился тем, что, и вспомните заявление представителей делегаций, которые приезжали в Украину, делегации Конгресса я имею в виду, как они гордились, что Украина это единственный вопрос, по которому у демократической партии и республиканцев всегда есть согласие и так далее. И даже сейчас, в момент, когда приостановлено голосование из-за избирательного процесса и идет борьба между демократами и республиканцами, по данным издания The Hill, республиканцы разработали все равно свой законопроект по поддержке для Украины. Он на 12 миллиардов меньше долларов предусматривает для Украины, чем законопроект демократов. То есть, спрашивается, если их кандидат настолько однозначен, то почему они разрабатывают этот законопроект? Я к тому, что не все так просто, как пытается Орбан донести. То есть, у Орбана там свои задачи, свои интересы, почему он говорит именно так, как говорит. Но просто я бы даже так однозначно, во-первых, не воспринимал бы кандидата Трампа в этот раз. А во-вторых, президент Трамп может быть совсем другим. Посмотрите на заявление Бориса Джонсона. Его спрашивали относительно того, что вот какое его отношение. Это недавнее интервью, кстати. Какое его отношение, если Трамп станет президентом, то вы же понимаете, что человек такого уровня просто так эту фразу не скажет. Он дословно выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты Америки останутся таким же надежным партнером, как были всегда. Для коллективного Запада, а соответственно для всех партнеров по безопасности. Сегодня партнером по безопасности является в том числе и Украина. Поэтому электорально, понятное дело, что у Трампа электорат такой антисистемный, против истеблишмента, электорат, который видит в нем мужика, который начистит морду всем этим элитарным представителям и так далее. Но на самом деле внешняя политика США формировалась десятилетиями. Она более сложная, чем руководствоваться вот такими категориями в ведении таких сложных процессов. Поэтому электорально Орбан где-то и подыграл вот этому протестному электорату, который в США есть в пользу Трампа. Но это не значит, что кандидат Трамп или президент Трамп будет реализовать эту политику абсолютно. Плюс вы правы, Орбан мог какой-то и отсебятины там добавить. Мы этого не слышали, что было между ними. Такой еще вопрос. Швеция стала 32-м членом НАТО. И уже сегодня, час назад, флаг этой страны подняли возле штаб-квартиры в Брюсселе. Швеция обладает сильными вооруженными силами, развитой военной промышленностью. Как вы считаете, что выигрывает сейчас Альянс и как это повлияет на Россию? Альянс выигрывает, начнем опять же с политического символизма. То есть не надо забывать, что в декабре 21-го года расисты поставили ультиматум Белому дому вернуть НАТО к границам 97-го года. Благодаря героизму украинского воина и украинского народа, сегодня мир получил НАТО не 97-го года, а НАТО 2024. В виде расширения за счет Финляндии, Швеции и потенциального расширения за счет самой Украины. Поэтому политически это первая такая мощная пощечина была, которая пощечина Российской Федерации, которая демонстрировала провал изначальных задач, которые они ставили перед собой в войне против Украины. Потому что, может я для кого-то и раскрою секрет, но война расширств против Украины, это не просто война против Украины. Это была война против НАТО за передел сфер влияния в Европе, в том числе в Центральной и Восточной Европе. Ультиматум они отправляли не просто так. То есть это была целенаправленная политика и война против Украины. Это было как первый шаг к реализации того ультиматума, который они представили Белому дому. Что касается военно-технической составляющей, то тут, конечно же, НАТО выигрывает, появляются новые возможности. Альянс усиливается за счет такого эффективного партнера, институционально подготовленного, с современными вооруженными силами, технологиями и так далее. В России выигрывает также Швеция и от этого расширения выигрывает и Украина. Опять же по инсайдам различных американских изданий, посмотрим, как это будет реализовано. Но есть вот мнение в медиа, в последнюю неделю очень часто на эти инсайды можно было попасть, который заключается в том, что получив зонтик НАТО, Швеция может более эффективно, глубже и мощнее поддерживать Украину в войне против Российской Федерации. То есть мы знаем, что у них одна из сильнейших авиаций, мы знаем про их высокие технологии по другим видам направлений, которые нужны были для Украины, и Украина имела соответствующие переговоры. Теперь американские исследователи и некоторые источники якобы представительства правительства США считают, что Швеция может быть теперь более активной, получив защиту от НАТО в поддержке для Украины. Посмотрим, как это будет реализовано. Но как минимум это политический, логический тезис, который имеет право на существование. Да, будем очень на это надеяться и рассчитывать. Антон, остается у нас буквально 2-3 минуты. Хотела бы еще один вопрос задать. В Чечне вчера прошел такой массовый митинг в поддержку Путина. Согнали на него студентов, бюджетников. Причем многим даже не сообщали, вот для чего всех собирают в выходной день. И инициатором проведения всего этого действия было семейство Кадыровых. А называлось все это «Я выбираю свое будущее сам». И вот до так называемых выборов в России остается неделя. Как вы полагаете, что еще мы увидим от кремлевских властей? И что касается регионов, они и дальше будут соревноваться, показывая свою лояльность Путину? Ну, скажем так, здесь опять же несколько уровней анализа. Ну, давайте так. Большинство населения расистов поддерживают политику их террористического лидера. То есть нравится это нам, не нравится, но там, если смотреть на социологию в тенденции, то там начало войны более 70% поддержки, сейчас более 60% поддержки. То есть кто-то говорит там, что падает, но тем не менее, незначительно упало. Как минимум половина расистов стабильно за войну России против Украины. Это раз. Во-вторых, на этой войне делает рейтинг террорист Путин и, соответственно, пытается показывать свое лидерство и пользоваться вот этим большинством, которые эту войну поддерживают. Поэтому, знаете, там можно было бы, конечно, сказать, что это главы субъектов федерации что-то инициируют такие митинги. Но я вам так скажу, не было бы поддержки, не инициировали бы такие митинги. Поэтому они, как он сказал, и народ, и власть друг другу достойны в этой стране. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, пояснения, за эту содержательную беседу. Я напомню, что Антон Кучухидзе, политолог-международник, был в нашем эфире. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.